Прошу прощения, у меня несварение желудка уже четвёртую неделю. Всё в порядке. Можется, будто начинаешь воздвигаться. Коя, блядь, Коя. Это вообще не в тему сейчас. Вообще неправильно. Сидеть, сидеть. Мы идём с тобой гулять. А ещё я буду записывать видео, поэтому сильно не разговаривай. Пойдёмте на улицу. Играется с каким-то насекомым. Последние пару недель я снимаю видео, где я чему-то учусь за неделю, Коя. А это значит, что на производство у меня уходит неделя. И знаете, я заметил такую штуку, что мне она не совсем нравится. Нет, не так. Мне нравится этот формат. Но мне не нравится, что кроме этого я не выпускаю видео на следующий день после того, как я его снимаю. Я нашёл вот такую классную локацию. Иди ко мне. Иди ко мне, малыш. Стой, 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 стой. Остановись, остановись, остановись. Всё, бегай. Тоби, ты свободна. И сейчас я вам всё объясню. Иди ко мне. Всем привет. Я Сэм. Я, возможно, давно тут не появлялся. В последнее время я работаю над проектами, которые подозревают... Подозревают? Подразумевают. В последнее время я работаю над проектами, которые подразумевают ежедневную съёмку, но не подразумевают ежедневный монтаж и более того, ежедневное выкладывание. Что, по моим ощущениям, немножко отдаляет эту грань. Коя, молодец. Молодец, подписала только что. Коя только что подписала на улице, это круто, я учу её ходить в туалет на улице. Anyway, когда мне даётся долгое время на создание проекта для Ютуба, я чувствую, как раздвигается грань между мной... Ебаный рот. И моей аудиторией. Осторожно! Я не вижу моментального фидбэка, я не делаю столько контента, как бы хотелось сделать. И в этом отношении я немного теряю связь с вами, чего бы мне не хотелось. Поэтому, во-первых, периодически будут вот такие вот разговорные видео. И я буду обсуждать с вами насущные темы, которые нужно решить здесь и сейчас. Это видео будет на канале завтра. Сегодня... Что случилось сегодня? Сегодня 11 мая, это видео будет на канале 12 мая в 9 утра. Отныне, кстати, все видосы хочу выкладывать в 9 утра, потому что... Потому что мне нравится выкладывать видео утром. 12 на канале будет мой недельный челлендж. Еще один недельный челлендж я начинаю уже сегодня. И кроме этих еженедельных челленджей на канале будут с неопределенной частотой выходить... Разговорные видосы, влоги и другие вещи, которые... По которым я так скучаю. Мне нравится снимать и монтировать контент в один день. Я считаю, что именно этот формат максимально передает чувства и все то, чем бы я хотел поделиться с вами. Поэтому все-таки, как бы мне не хотелось, я буду стараться придерживаться этой истории. Потому что мне этого, черт возьми, не хватает. Кроме того, я вновь почувствовал в себе не доставать словарного запаса и желание его улучшить. Но это все по порядку. Сегодня я хочу разобрать комментарии под моим последним видео со скейтбордником, где я попросил вас написать дальнейшие еженедельные челленджи. Дело в том, что многие из них не такие уж интересные. И этим видео я хочу сдвинуть расстояние между нами. Я хочу, чтобы вы лучше понимали меня, и тем самым благодаря этому мы будем получать качественный крутой контент, который интересно смотреть вам и который интересно делать мне. Погнали! Значит, я захожу под мое видео о скейтбординге. 74 478 подписчиков. Вроде бы как бы армия, но до миллиона что-то далеко. Будем это исправлять. Идем в первый комментарий, под которым я попросил писать ваши предложения. Первое. Все, что касается скейт-трюков. Кил флип, вериал кик флип, дрэгон флип и другие вещи. Мне это не интересно. Я катаюсь на скейте, потому что это мой лайфстайл. Потому что все свое детство я катался на BMX. Потому что я всю свою жизнь был в райдерской тусовке. И потому что это просто моя жизнь. Я использую скейт, чтобы передвигаться по городу и веселиться с друзьями. Что касается BMX, на нем я катался немного профессиональней. И когда я вновь привезу его из Лас-Вегаса, я обязательно буду восстанавливать скилл. Поэтому к этому мы еще вернемся. Многие пишут о гелике. Движение из брейк-данса. Да... Месяц чем-то назад я пообещал его выучить. И я почти сделал. Более того, я даже один раз, сука, сделал его. Но я не заснял это на видео. Обномер жутко отбил себе все ребра. И вообще выпал из спорта небольшими травмами. Поэтому в ближайшем будущем я покажу вам, как я его сделал. Далее. Трестеть это интересно. Да, это прикольный челлендж. Достаточно сложный, чтобы его повторить. И, возможно, я это сделаю. Научись какую-нибудь сложную песню на гитаре, на фортепиано, сыграя на укулеле и другие вещи. Да, у меня есть все эти музыкальные инструменты дома. Да, я играю на них. Да я что-то пока просто не знаю какую песню. Напишите мне что-нибудь определенное и... В какой-то степени хайповое. Это должно быть интересно зрителям. Каман, пишите точнее. Не учись, не... Блять, научись! Не орать в своих видео. Это отталкивать. Отталкивать не смотри. Пэн спиннинг. Многие люди написали мне про пэн спиннинг. Это... Это когда крутят в пальцах ручку, карандаш и другие вещи. Каман, вы находите это захватывающе? Идея такая. Либо научиться крути сразу несколькими обручами. Нет, это полное дерьмо. Либо зачитать Look at me by Chris Brown. А вот это прикольно. Может быть, я это сделаю. Крутить баскетбольный мяч на руке и вообще делать что-то с баскетбольным мячом. Мне неинтересно делать какие-то вещи с мячом. Сори. Сори, гай. Ходить на двух руках. Я умею. Могу стоять. Могу ходить. Что угодно. Другое дело, что я могу взять себе челлендж пройти на руках, например, Арбат. Или километр по прямой или круг на стадионе. И тогда это уже будет круто. И самое главное, через свой пример я расскажу, как вообще я к этому пришел. И как я научился стоять на руках и ходить на руках. Потому что я реально помню, как я это сделал. И это интересно. А еще можно отжиматься на руках. Это я, кстати, тоже, наверное, не умею. Да, я разучился. Челлендж с отжиманием на руках и с каждым днем на руках будет. Это круто, окей. То, что касается сальто. Винт сарандата. Я уверен, что я его делал в своей жизни. А если нет, то на какой-нибудь дорожке я научусь этому за пару часов. Это неинтересно. Переднее сальто я умею. Дрессируй кое-что в этапке приносило. Я ее вот дрессирую, чтобы она срать ходила на улице. Давайте-ка начнем с этого. Но это не челлендж, это, блядь, жизнь наша. Танцевать шафл, стрелять из лука, двойное сальто, хорошо шутить, танк 360. Я... я вам сейчас объясню общую концепцию, что мне интересно. И как должны выглядеть мои ежедневные челленджи. Окей? Поехали. Значит так, у моих недельных челленджей... Кое? У моих недельных челленджей должно быть несколько характеристик. Первое. Они должны быть зрелищными и широко интересными. Я... я не хочу научиться варить аргоновой сваркой или... или разговаривать языком Брайля, потому что... Потому что это посмотрит 100 человек. А мы тут все-таки идем к миллиону. Да, камон, мы на ютубе, и делать здесь некрасивые и неинтересные вещи мне не хочется. Поэтому правило номер два. Эти челленджи должны быть интересны мне. Если вы давно на канале, я думаю, вы поняли, что я активный, стильный, разносторонний и скромный человек. При этом определенно немного ебаную. Так что не предлагайте мне сраный пен спиннинг и кручение баскетбольного мяча. Камон, пускай этим занимаются другие блогеры. Правило номер три. Сложность. Эти челленджи должны быть достаточно простые. Чтобы я их сделал за неделю. При этом не убил себя. И достаточно сложность, чтобы я приложил усилия. Как с кикфлипом. Многие делают его годами. И я, честно, не ожидал, что сделаю его за два дня. Также и с рэпгадом. При первом взгляде я вообще не понимал, что я делаю. Не предлагайте мне сыграть лунную сонату на фортепиано. Или надрессировать кою, как бойцовскую собаку. Да также не предлагайте мне сраный пен спиннинг, окей? Общая доступность. Кроме того, что челлендж должен быть интересен большой аудитории, он должен быть доступен в исполнении. Каждый из того почти миллиона людей, кто посмотрел рэпгад, может пойти и попробовать сделать то же самое. Каждый, кто посмотрел кикфлип, может взять доску у своего друга или купить в магазине, она не такая дорогая, и повторить это. Для того, чтобы сделать все челленджи, которые я хочу сделать, не нужны специальные и сверхсложные инструменты. Не нужна куча денег и не нужно быть программистом. В этом суть данного правила. Что же, теперь я вновь жду ваши предложения под этим видео. Только на этот раз хорошо подумайте, что будет интересно смотреть вам и что будет интересно делать мне. А мы тем временем пойдем на следующую локацию. Какой я? Иди сюда, нам надо одеваться. Боже, какая ты грязная. Эта локация будет называться Гетто, и я запишу еще не одно видео здесь. Но она мне нравится. А это локация Турник. И она мне тоже нравится. Меня просили сделать капитанский подъем, склепку и выход на две. Изи. Я понимаю, я понимаю, что я в хорошей форме, если я могу подтянуться на одной руке пять раз. На каждой из двух рук. И сегодня, прежде чем запустить этот челлендж, я хочу вообще понять, может быть я умею это делать. Есть только один способ это выяснить. Нет. Окей, значит на этой неделе, на этой неделе я научусь подтягиваться на одной руке. И расскажу вам, как вообще научиться подтягиваться. Тоже вот такой вот коротенький, а может и не очень влог. Увидимся завтра с недельным челленджем, увидимся через неделю с этим челленджем. И надеюсь делать такие влоги почаще, показывать свою обычную жизнь и идти к миллионам. Да, мне этого не хватает. Обычной болтовне учиться разговаривать на камеру. С вами был Сэм Полывиан и всем спасибо за просмотр. Пока.